Действительно ли Арселору так тяжело, как он пытается это представить? Каргандинский экономист прокомментировал, помогла ли девальвация крупным предприятиям области и страны. Напомним, несколько дней назад шахтеры и металлурги потребовали у Арселор Метал Тимиртау повышение зарплаты и получили отказ. Работы только прибавляется, а зарплата снижается, уверены лидеры профсоюзов. Официально она вроде бы прежняя, но руководство Арселора находит способы, чтобы срезать доход работников. Выводит подразделения в аутсорсинг, лишает премий. Между тем, девальвация резко подняла прибыль компании и пришла пора делиться, считают представители профсоюзов, угольщиков и металлургов. Когда мы ввели в августе месяц переговоры, мистер Суриджит нам говорил, что при курсе доллара в тенге 230 компания будет нормально себя чувствовать. Сегодня мы можем понять, что 330, наверное, компании не так уж и плохо. Сегодня мы не говорим о цифре, на которую будем повышать. Я думаю, что мы вместе с шахтерами, металлургами и компанией создадим комиссию, изучим все документы. Администрация Арселор Митталтимиртау не намерена повышать зарплаты. Об этом руководство заявило прямо. Однако экономисты уверены, девальвация была предпринята именно в поддержку крупного бизнеса, предприятий-экспортеров, из зачислений которых на две трети состоит бюджет. Когда тенге слабый, они получают больше за свой товар в валюте, при этом на зарплаты работникам тратят меньше. Для поддержки олигархов пожертвовали малым и даже средним бизнесом. Подобных компаний, их политика держать издержки очень низкими. Видите как? При этом сохраняя свою прибыль. Для них важна своя прибыль. Транснациональные корпорации – это не наши люди. Это им, знаете, умрешь, умрешь, не умрешь, не умрешь. Им всё равно. Поэтому здесь жёстко должны иметь отношение власть с ними. И конкретно открытость показать, сколько они получают дохода и сколько должны получать вот эти рабочие. Это же не открыто же. Вы же не знаете, какая доходность. А я уверен, что у них доходность хорошая относительно. Так что то, что Арселор Миттл не может поднять зарплаты своим рабочим – это лукавство, уверены как экономисты, так и ассоциация предпринимателей. Тем временем профсоюзы засучивают рукава и готовятся к длительной и напряжённой войне с работодателем за зарплаты.